Субтитры создавал DimaTorzok Каким-то образом заполнять ненужными вещами. А в Депрессии очень помогает Хэм, особенно рассказы, романы в меньшей степени. Роман Олега Родзинского «Агафонкина время» очень бодрит и увлекает, как и его же Суринам. А вот у меня, кстати, хороший сборник триллеров, которые при этом Эджит Уортен, «Госты», «Призраки», которые безумно, понимаете, заводят. Это проза, от которой реально не оторвёшься. Вот, Чэндерс. А из русских авторов Киплинг, безусловно, то есть в русских переводах, те, кто хороши. Ну, Киплинг и по-английски неплох, но это из тех английских авторов, у которых есть прекрасные и многочисленные русские аналоги. А если брать авторов собственно русских, то неизменной остаёт своя симпатия к Валерию Попову, в том числе к позднему. И, наверное, я бы назвал Драгунских, всех Драгунских. Странным образом, все Драгунские начинают гениально писать после 40 лет, но это потому, что, как говорил Сестертон, «чем выше класс существа, тем дольше длится его детство и молодость». Созревание к 40 годам – это признак высокого класса, а не инфантилизма. Наверное, я бы посоветовал Виктора Драгунского, Ксению Драгунского, Дениса Драгунского, теперь ещё и Ирину, у которой выходит книга, ну и раньше она всегда писала замечательно. У Драгунских, понимаете, какая-то есть изумительно терапевтическая, любых к персонажам насмешка, точное знание о себе и о людях ужасных вещей, и умение с этим жить и это преодолевать, да, вот это я очень-очень люблю, да, большие молодцы.